Через 10 минут ты сможешь написать бит, даже если ты впервые открыл FL Studio. И да, это переосмысление уже существующей серии уроков на канале. Меня зовут Стас Гарфпрод, это школа битмейтинга. Поехали, смотрите. У вас перед глазами New Stuff, проект, который открывается, когда вы впервые запускаете FL Studio. Но нам он не нужен, мы нажимаем File, New и открываем новый проект. И чтобы сразу далеко не уходить, мы нажимаем Опции, Настройки, Аудио. Здесь выбираем в Device, Audio Device, FL Studio, ASIO, потому что это просто хороший драйвер. И в Buffer Late выбираем 2048, потому что это самая большая цифра. А чем больше цифра, тем меньше напрягается ваш ПК. Закрываем, закрываем, видим перед собой Channel Rack. Вот тут так и написано Channel Rack. Это то место, где мы задержимся подольше, где мы будем писать свой мощный бит. Выбираем звук, нажимаем букву Q. Слышим воспроизведение звука. Как я это сделал? У меня просто обычная клавиатура используется как MIDI-клавиатура. Чтобы это активировать, нужно включить вот эту клавишу. Буква Q это C5, где C это до опять номер октавы. Z это C4, то есть на октаву ниже. I это C6, то есть на октаву выше. Пропишем. Кик ставим на первое место. И что же это такое? У нас есть 4 разноцветных столбика. Это четверти. Потому что 4 это такт. Один такт. Такт это как метр, только в музыке. Итак, на первый удар первой четверти такта ставим кик. На первый удар третьей четверти такта ставим clap. И получаем максимально простой ритм. А ритм это самое важное. Ритм и кача. На этом строится весь современный трэп. Все современные биты, поэтому этому нужно уделять особое внимание. И чтобы проверить себя лишний раз и убедиться, что с вашим ритмом все ок, мы включаем метроном. Метроном это штука, которая отбивает начало каждой четверти. И... Если ваш бит не вступает в конфронтацию с метрономом, то все ок. Теперь пропишем хеты. Это которые цк-цк-цк-цк. Чтобы их прописать, мы можем прописать их мышкой вот таким образом. Либо правой кнопкой мышки нажать и выбрать fill each two steps. Вот так. Вот супер-мега-пупер-простой бит. Вот здесь вот вы видите циферку 130. Это темп. То есть он измеряется в BPM. Количество ударов в минуту. Если мы сделаем цифру больше, то все станет быстрее. В том числе ваш бит, в том числе метроном и в том числе вообще весь проект. Что мы еще можем сделать здесь? Мы можем изменить выкол звука. Вот если эта лампочка не горит, звук выключен. Если она горит, включен. Правой кнопкой мышки нажимаем. Выбираем solo. Играет только он. Повторяем действия. Играют снова все. Еще мы можем изменить панораму. То есть вот, кстати, обратите внимание, мы крутим pan. И вот в этом маленьком экранчике отображается изменение этого параметра. 63% влево. Вот 100% вправо параметры. Справа это громкость. И мы хотим вернуть на исходное положение. Для этого мы можем поступить двумя способами. Нажать правой кнопкой мышки и выбрать reset. Либо зажать кнопочку alt на клавиатуре и левой кнопкой мышки просто жмакнуть на выбранный параметр, который вы хотите вернуть к исходным. И это просто нереально удобно. Вот эти циферки, это непорядковый номер звука. Это его канал на микшере. То есть канал, на который он отправлен. Мы можем отправить кик не на первый, а на восьмой канал. И вот микшер. Вот он наш микшер. Вот его вот этой клавишей включаем. И здесь мы видим, что кик у нас отображается на восьмом канале. Потому что здесь выбрано 8. Также можем кик отправить на второй канал. И они будут на одном канале вместе с клэпом. И вот тут вот мы сможем разместить эффекты, которые обработают и кик и клэп. А после этого они попадут уже на мастер канал. И там уже на мастер канале вы можете расположить эффект, который будет обрабатывать вообще весь проект. То есть весь проект, все звуки будут проходить через мастер канал. И вы могли бы услышать уже, что звуки-то не очень. Чтобы добавить свои собственные звуки в FL, свои собственные драмки, вам нужно зайти в опции File Settings, нажать вот на эту папочку и выбрать папку, в которой лежат ваши звуки. Я добавлю маленький простенький драм-кит. Вот Sample Pack. Окей. Вот он уже появился в нашем браузере. Браузер можно включить вот таким вот образом вот этой клавишей. Вот наш Sample Pack. И в нем есть сэмплы. Мы можем просто так взять сэмплы и перетащить их сюда. То есть вот наш клэп, который мы хотим поставить вместо вот этого клэпа. Вот и... Вот мы заменили сэмплы. И, кстати, в тех же самых File Settings мы можем увидеть такую штуку, как Auto Save Every 10 Minutes. То есть каждые 10 минут FL сохраняет то, что вы сделали. То есть если вы писали, 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 FL устала и упала, то вы можете запустить ее вновь, нажать File и Revert to Last Backup. И таким образом последний автосейф она вам включит. Что мы можем еще сделать? Конечно же мы можем добавить мелодию. То есть инструмент, чтобы сыграть нашу классную мелодию. Двумя способами мы можем его добавить. Правой кнопкой мышки нажимаем на любой звук. Insert. И выбрать какой-нибудь инструмент. Например, GMS. В PAX есть неплохой набор стандартных инструментов. Открываем инструменты. Давайте кикборд. Close Grand. Это фортепиано. Закрытый рояль. Мы можем, конечно, прописать его вот так вот. Но это будет не круто. Поэтому правой кнопкой мышки жмем и открываем Piano Roll. Тут мы можем менять высоту, продолжительность ноты. Все что угодно можем менять. И давайте пропишем мелодию. Кстати, вы можете обратить внимание, я зажимаю Ctrl и выделяю. У меня есть более подробный видос по Piano Roll. Поэтому я не буду здесь на нем задерживаться. Ссылка на видос по Piano Roll будет в описании. Выделяем, зажимаем Shift, перетаскиваем и, о боже, бит заканчивается, а мелодия продолжается. И что мы можем с этим сделать? Мы можем продлить бит. Для этого тянем за краешек. И вот-вот-вот выделяем еще четыре секции. То есть еще один такт и еще четыре четверти. То есть у нас есть четыре четверти первого такта и четыре четверти второго такта. Клэп располагается на том же месте. То есть точно так же на первый удар, третий четверти уже второго такта. А вот с киком уже не все так просто, потому что для первого такта и для каждого нечетного такта он располагается на первой четверти. А для четных тактов, то есть для нашего второго, он должен располагаться во второй четверти. То есть вот так. А хэта мы тоже можем снова нажать правой кнопкой мышки, выбрать fill each two steps и вот так. Ну и звучит это, конечно, очень просто и поэтому мы можем дописать, например, кик вот так вот. Главное, чтобы кика вот здесь вот не было, тогда будет не круто. Если вы хотите, чтобы я продолжил эту свежую серию уроков для начинающих, то напишите об этом в комментариях, потому что я не знаю, важно и нужно ли это. Ну и, соответственно, если вы считаете, что это важно и нужно, то можете поставить лайк этому видео. И пришло время сделать самое главное и самое крутое. Добавить 808 бас. Заходим для этого наш сэмпл пак. Вот этот крутой бас, не правда ли? Но происходит следующая проблема. Бас это в первую очередь мелодический инструмент, а только потом ударный. То есть он должен совпадать нотками с нашей мелодией. И для этого мы идем правой кнопкой мышки, жмем в Piano Roll и ставим его таким образом, чтобы он с ударами кика совпадал. И совпадал еще по высоте своей с мелодией. То есть вот здесь вот звучит наш кик. И, соответственно, нам нужно перетащить на высоту ближайшие нотки мелодии. Но вот проблема. Он не меняет свою высоту тона. И что же с этим сделать? Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, открываем опции General Settings. Вот здесь вот Read Sample Tempo Information отключаем. Удаляем бас. Закидываем его вновь и... И слышим, что он уже меняет высоту тона. Также важно, что, смотрите, мы выбрали короткий бас и с ним все окей. Но если мы поставим вместо него длинный бас, то... И мы слышим, что какая-то фигня началась. Чтобы этого не было, просто нужно для баса каждый раз нажимать на него правой кнопкой мышки и выбирать Cut Itself. Тогда бас не будет накладываться сам на себя. Снова вернем наш красивый короткий бас. И давайте перейдем уже к интересным настройкам. Как сделать перегруз? Как сделать так, чтобы все пердело и трещало? Очень просто. Заходим в кик. Смотрим вот сюда. Вот это интересные настройки. Здесь есть скучные настройки и интересные настройки. И крутим Boost. Boost это мощь. Но! Мы слышим, что кик просто все заглушает и нет этого перегруза. Откуда его взять? Очень просто. Переходим в наш микшер. Напоминаю, что его вот так вот можно открыть. Заходим на мастер-канал и видим в конце лимитер. И этот звук именно из-за лимитера. Если мы его отключим и вместо него поставим Fruity Soft Clipper, это вот именно то, что вам нужно. Просто ставьте Soft Clipper вместо лимитера и все будет круто. Теперь мы можем подвыстить еще немножко и босец тоже. Ну раз уж мы сюда зашли, давайте поговорим про более скучные настройки. Смотрите, вот это Sample Start обрезает сэмпл в начале. Этот Late отрезает сэмпл в конце. Он делает это жестко. Крутилка In, она делает в начале сэмпл тише. Крутилка Out в конце делает сэмпл тише. Реверс разворачивает. Вот мы немножко подгустили бас. И что мы еще можем сделать? В этих хай-хетах, например, снова тоже зайти в интересные настройки, минуя скучные и крутануть чуть-чуть стерео-дилей. То есть это между левым и правым каналом для этого хета создает маленькую задержку и за счет этого появляется стереоэффект. Все это очень здорово. Но у нас почти готов бит, но как сделать так, чтобы сначала играла пианино, потом вступала бас, вот что-то вот так как-то настроить? Очень просто. Нам нужно вот на эту стрелочку зайти и выбрать Split by Channel. Теперь мы открываем наш плейлист. Плейлист это то место, где будет собираться вся наша композиция, потому что он так называется. Плейлист, я думаю, это просто понять. И видим наши паттерны вот здесь. А паттерн это каждый отдельный фрагмент, каждый кирпичик, из которых мы будем строить нашу композицию. Вот они автоматически назвались так, как называются эти сэмплы. Что мы можем с ними сделать? Мы можем их выделить и перетащить по одному, либо мы можем выбрать первый, зажать Shift и выбрать последний. И тем самым выбрать вообще все паттерны. Зажимаем, перетаскиваем и получаем нашу мелодию. Еще как бонус мы, если мы выделим все эти звуки, мы можем нажать среднюю кнопку мышки, то есть на колесико мышки, и как-нибудь их разукрасить. Давайте от зеленого к другому зеленому. И жмем Enter. Вот они все разукрасились. Круто же? Круто. Теперь, чтобы все это продлить, мы можем зажать Ctrl, выделить все это и нажать Ctrl-B. Либо снова выделенным звуком зажать Shift и перетащить. И это одно и то же. Все это дублировать. Давайте уже сделаем вступление. Во вступление я хочу, чтобы у меня играло пианино и бас. Поэтому все остальное мы убираем. И чтобы у нас началось воспроизведение сонга, то есть того, что в плейлисте, а не того, что в паттерне, нужно переключить вот здесь вот настроечку с паттерна на сонг. И вот вы видите, началось воспроизведение. И пух. И чтобы сделать крутую театральную просто паузу, мы можем вот так вот все это зажать и сократить в конце. Таким образом вы можете манипулировать как угодно тем, что вы прописали. И теперь вы можете написать свой, максимально, конечно, простой, но все-таки свой бит. И я настоятельно вам рекомендую это и сделать сразу после этого видео. И если вы хотите, чтобы я продолжил эту освеженную серию видеоуроков для начинающих, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк этому ролику. А если вы считаете, что это была полная ерунда, вы ничего нового, ничего полезного здесь не узнали и не увидели, то можете поставить совершенно заслуженный дизлайк и написать, о чем мне снимать другие видео. Ну, на этом у меня все. Напоминаю, что у меня есть подробный видеокурс по битмейкингу. Ссылка на меня в описании. Напишите мне, чтобы узнать о нем подробнее. И обязательно посмотрите другие видеоуроки на этом канале или другие видео на этом канале. Они не менее, а то и более интересны. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Поставьте колокольчик. С вами был Стас. Мы обязательно увидимся с вами в следующем видео. И пока!